Здравствуйте, уважаемые друзья! На основе лососевых мушек, которые элегантны, симпатичны и уловисты, можно изготавливать бесконечное множество стримеров для хищной рыбы. Хочу предложить вашему вниманию очередной стример для хищника, который будет выполнен из меха и пера. Давайте приступим! Крючок я взял, шестерочка, нимфовый, огрузил его свинцом и закрепил нить порядка 4-0, 6-0 ровница. По остаткам перьев у меня было вот такое вот окрашенное перо из грифки золотого фазана. Я возьму вот только лишь вот эту центральную часть пера, и закрепим ее в качестве хвостика. Сделаем вырез прямо на ости пера. Вот такой величины нам будет достаточно. Учитывая то, что нить наша уведет перо, дадим небольшое упреждение, подправим наше перо так, чтобы оно у нас ложилось строго вот так сверху. Величину и длину крыла выбирать необходимо экспериментально, согласно величины вашего крючка. Приблизительно вот как у меня, я так думаю, такой мне длины крыла будет вполне достаточно. Закрепим хорошо теперь наше перышко, добавим капельку клея на место крепления, и закрепим материал, тот из которого мы с вами будем сегментировать тело. Я взял кусочек пленочки Unifloss, вот такой прозрачной, голографической. Можно использовать как люрекс, так и любой другой материал, который у вас будет под руками. Проволока, леска, все что вы захотите. Это я его устанавливаю как декоративный элемент. Закрепили. И теперь нам необходимо выровнять аккуратненько все вот эти вот переходы, которые у нас образовались. Сильно мы не стараемся, потому что даббинг, который мы с вами будем сейчас наносить, он скроет все неровности, которые останутся на нашем теле. Закрепили. Вернули обратно. И будем теперь формировать, не меняя нить, нас толщина ее устраивает. Поставим в удобное положение. Я буду использовать три вот таких разных оттеночка, вот такого даббинга. Если у вас нет, но есть вот такие наборы, или же несколько другого типа, используйте, пожалуйста, из этих наборов. Как обычно, я беру, промазываю немножечко клеем, чтобы только даббинг мой подхватился. Сперва беру самый светлый, который близкий такой к чешуе рыбки. Совсем-совсем немножечко. Вот пучочек. Наношу его. Пока не наматываю. Беру следующий, который несколько темнее. И буду его укладывать рядышком ниже. Приблизительно вот такой конгломерат должен у нас выйти. И как обычно, я не формирую даббинговую нить. Подвожу наш люрекс, который мы набрали, даббинг, к телу. И уже на теле формирую вот так нашу даббинговую нить. Удерживая наш даббинг, следим за тем, чтобы мы не нарушили форму нашего стримера. И продолжаем дальше формировать наше тело. Как вы видите, пошел уже более темный оттенок. И доходя к нашему окончанию свинца, я добавлю цвет, близкий к оттенку павлина. Совсем-совсем немножечко, чтобы можно было закончить нам формировать грудку. Оставляем нить здесь. Берем теперь наш сегментирующий элемент. И стараемся выбрать угол. Выполним так, чтобы у нас вышло 5. Выйдет 4, ничего страшного. Пусть будет 4 полных оборота по нашей мушке. И крепим его, где закончился наш свинец. Добавим обязательно немножечко клея. Сделаем завершающий узел. И поменяем с вами нить. Нить мы с вами заменили. И теперь нам понадобится вот такой кусочек крашеного меха хвоста. Для того, чтобы мы могли изготовить хвостик. Если по каким-либо причинам у вас такого материала нет, можете заменить его на любой тот, который у вас имеется мех. Но я вот, допустим, приобрел один раз в интернете вот такой вот набор. Большой набор крашеного и натурального меха. Который был, вот как видите, это натуральный мех, не крашеный. Хвоста оленя. И его использую по необходимости. Возьмем совсем небольшую щепоточку. Почему нам понадобится в данный момент, вот я буду использовать этот мех. По той причине, что любой другой мех, он несколько получается у нас мягче. Не совсем соответствует жесткости нашего крыла. Поэтому я использую мех с хвоста оленя. Но желательно, чтобы он был у нас достаточно мелким. Удаляем подшерсток, удаляем поломанные волоски. Берем нашу ступку и подровняем наш мех. Если ступки нет, я уже вам рассказывал, как можно выровнять мех. Можно и не используя ступку, а допустим, вытаскивая мех за кончики, можно спокойно подровнять весь мех, который у вас имеется в наличии. Подровняли мех, убрали опять те, которые у нас немножко поломанные и не соответствуют нашей длине. И слегка, вот я удлиняю центральную часть, вот так слегка потянув за волосики. Сделал небольшую кисточку. Примеряем наше крыло. Оно должно доходить у нас приблизительно до окончания нашего крыла. Вымерили. Остатки удаляем и крепим наше крыло. Как обычно, я наношу капельку клея на место крепления. И так же промазываю торцы нашего меха. Для того, чтобы было более удобно крепить мех, чтобы он не разъезжался, можно его еще вот так вот взять дополнительно, обхватить петлей и потом уже подтянуть непосредственно на то место, где мы будем его крепить. Окончательно закрепили наш мех, хорошо промотали, стараемся не перерезать нашей нитью. Первые виточки слабые, а потом посильнее, посильнее, посильнее. Вот у нас вышло вот такое крылышко. Нам необходимо с вами теперь для украшения нашего крыла добавить немножко блестящих элементов. Я буду использовать вот такой блестящий элемент, как кристалл флэш. Пару добавляем с одной стороны. Вот так переламываем и крепим с другой стороны замочком. Подровняли кончики, остатки отрезали, удалили. Такое количество нам будет вполне достаточно. Теперь нам остается с вами закрепить перья. Перо можно использовать практически, как вы захотите сами. Можно использовать одно время. Я изготавливал и остатки вот такие можно. Но у меня есть остатки пера джунглевого петушка. Вот такие перышки. Я подготовил парочку штук. И мы с вами закрепим эти перышки слева и справа. Я специально не отрываю то перо, которое у меня, опушку и все остальное. Потому что оставляю возможность выбора для лучшего крепления пера. А оно лучше держится, когда у нас еще остевые волоски не оторваны. Подхватили. Посмотрели, как у нас находятся наши крылышки, их длину. И удерживая наше перо в этом положении, теперь проматываем до места крепления нашего ёршика. Остатки теперь мы можем удалить. Как вы видите, без труда удаляются все остатки, которые у нас имеются. И удобно закрепить наше перо. Промажем немножко клеем. И хорошо промотаем место крепления. Из остатков пера, что мы изготавливали хвостик, мы возьмем сейчас, выберем определенное количество ровных, нетравмированных перышек. Так, чтобы у нас это вышло хорошая щепоточка. Вот приблизительно. Вот так, как у меня. И с вами изготовим горлышко. Переворачиваем наш крючок. И я пока ничего не отрезаю. Прикладываю, примеряю ту величину, которая мне необходима будет для изготовления горлышка. Перехватываю свое перышко. И в одной точке подхватываю не сильными витками. Стараюсь слегка его удерживать в одном и том же положении. Так, чтобы у меня вышла приблизительно вот такая конструкция. Посмотрели. Приблизительно меня устраивает. И теперь, окончательно удерживая наше перышко, мы его с вами, друзья, прихватим. Остатки удаляем. Теперь нам остается только лишь взять парочку перьев джунглевого петушка. Если у вас нет, можно использовать обыкновенный люрекс, как я вам уже неоднократно показывал. Вырезать или же приклеить глазки. Стример от этого не будет хуже. Вымеряем длину, которая нам необходима для изготовления нашей мушки. И также я, не оббирая перо, креплю наше перышко. С одной отмеряем длину для другой стороны. И теперь окончательно подхватим наше перо. Посмотрели, поправили. И остатки удалили. Отрезали лишнее. Я нанес капельку лака на головку. И как видите, вот такой уловистый стример, который можно заменить определенными материалами, готов к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.